Здравствуйте, мы находимся в Королеве, и это ЖК Золотые ворота. И у нас в кадре Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Я вряд ли бы даже, наверное, к вам обратился бы, что на этой квартире проект сделан нашим мастером. Смешно. Это смешно, да? Это нереально. Как вы так? Да я же вам рассказывал. Этот отзыв у нас постановочный. Продолжение следует. Я хотел бы задать Евгению вопрос. Где вы нас нашли, как сделали выбор? Нашел на Ютубе. При подготовке, на самом деле, готовился долго, в течение где-то года просматривал, убеждался, искал материал, изучал вопрос, цены, надежность, наверное, что-то, что-то вроде отзывы, посмотрел квартиру Красногорск. Паша Владимир. Да, стоит взрослый мужик, с блестящими глазами, довольный, радостный. Ну, сразу было видно, что, да, это реализовано было так, как он хотел, хотя там довольно-таки сложно был ремонт. Случается у вас, вот эта сама подготовка, она как раз и не дала вам ошибиться. Да, если так брать из опыта, который у коллеги по этому происходил, вот он заказывал именно ремонт трехкомнатной квартиры, получается, и вот он мучился, 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 в плане того, чтобы постоянно за ними следить, постоянно для них что-то закупать. Он там сами, получается, все покупал? Да, он, да, постоянные вот эти опросы с работы, вечерами поездки на все... Да, 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 это просто жесть. Здесь, да, здесь такого не было, за исключением вот чистовых материалов и плюс подсказок. Сергей и Паше говорили то, что Жень, нужно решать вопрос с окнами, пускай приезжают, снимают, замеряют, как это все будет делаться. Пускай кондиционерщики приезжают. А вы видели, да, палпы с кондиционером? Видел, видел. Я в этот момент здесь присутствовал. Это было, да, что-то с чем-то. Это когда люди стояли на парапете без страховки. Да, да, да. Без страховки вешали кондиционеры. Это было страшно. Здесь такой 16-й этаж. 16-й этаж, да. Подделенность отзыва, допустим, неподдельность, то есть естественность. Когда человек использует определенные фразы, не наигранное, вот это вот идет не по сценарию, а просто идет именно разговор. Заказчик, например, реально там подтверждает то, что да, вот здесь был сложный момент, в котором он там не разбирался. Ну, такие вещи, конечно. Это да, это подкупает. Отзыв у нас постановочный. На самом деле из-под полы дал 200 тысяч рублей. Евгению. Стоимость наших работ и длительность. У нас ремонт шел 5 месяцев, и это стоило определенных денег. Да. Если бы эти же деньги мы взяли, грубо говоря, и за месяц здесь сделали ремонт, то, наверное, это было бы не очень адыкно. Я вряд ли бы даже, наверное, к вам бы тогда в этом случае и обратился бы, потому что это не как там, сразу попахивает каким-то обманом и слишком большими рисками для самого заказчика. Определенный рациональный подход. Какой объем работ предстояло сделать, за 2 месяца сделать невозможно. То есть это все нарушение технологии еще логично становится, как это в примере квартиры, которая... Ну, да. Это как вот на объявлениях в лифте еще работу покажу, там вот такие... Или покажу жопу. Обои оклеи. Да, да. Вот у таких людей вскрывались полы, ламинат... Потом там квартиру выбрали, затопили. Да, топили люди, да, именно жидким полом заливали. Наверное, сейчас теперь я хочу сказать об очень важном факторе. Это то, что на этой квартире проект сделан нашим мастером. То есть его хобби было создание проекта в скетчапе. Он заморачивался, заморачивался, и в итоге сейчас он подрос до уровня уже не просто руками работать, а до уровня проектирования квартиры. Степанов это у нас... Да, выдающаяся личность. Выдающаяся личность. Саша был отлично. Долго, нудно. Такие вопросы, на которые я не знал ответов. Он у нас... Да, я на самом деле сразу сказал, говорю, я не могу разбираться ни в марках, ни песка, бетона, ничего. Только вот длительный разговор, там, в течение, наверное, часа полутора, и потом еще часика в двух, два часа где-то снимал вот эти все параметры этой квартиры. Первоначально мне отсек те или иные мои решения, которые сказал, что это вообще не вариант, и предлагал именно свои. По проекту, в течение всего проекта было всего лишь четыре отклонения, но это уже были наши хотелки усовершенствования в процессе уже выполнения ремонта. Ну, такого не было, да, что параллел нарисован? Нет, 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 нет. Построить его нельзя. Нет, такого не было. Это были просто такие рациональные предложения, которые поступали уже именно от строя... Ну, кто выполнял это руками. А вы почувствовали опыт именно Степанова, что он строил и занимался этим сам непосредственно в свое время? Естественно. Когда попали на квартиру, было сказано то, что вот это здесь сделать невозможно, потому что здесь участок несущей стены, несущего каркаса дома. Вот здесь нужно реализовывать таким-таким-то образом вентиляционный короб, связь ванны с туалетом нужно реализовывать именно таким образом. А еще такой нюанс. Хочу заметить, что вот эта кухня же тоже Степана. Да, да, это было предложено решение, которое именно оптимизировало расположение всей техники, с которой мы, в принципе, согласились. Единственное, о чем был разговор о пожеланиях, это касаемо встроенной печи, встроенной вытяжки, чтобы не разрывался вот этот контур кухни. Когда попали в организацию, которая изготавливала эту кухню, то есть я банально распечатал тот лист, передал им, и, в принципе, они так же и спроектировали. Потом, когда попали на объект, все это подтвердилось вплоть до розеток, в цоколе. Даже здесь до миллиметровых со стеклом. Да, 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 да. Один такой показатель, что Степанов настолько задрот, по-другому сказать не могу, что даже фартук рассчитывал Степанов. Это называется скинали. Вот это стекло сошлось миллиметром в миллиметр. Да. Вот такой замороченный проектов. А вы можете сказать такую вещь? Вот есть заказчики, у которых дорогущие ремонты, то есть дорогущие плитки за 20, за 5, там, и эти, фиксированные опои. За квадратный метр, за одну плитку, да? Да, 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 они ищут реально, то есть это дешевле, чего. Ну, это глупо. Ну, стеклорезом тебе будет плитку сбытопороть. Смысл такого вот не видел. Здесь наш коллектив, который здесь работал. Как вам? Отлично. Со всеми нашли общий язык. Часто сюда приходил, потому что снимал квартиру в доме напротив. В принципе, после работы, когда возникали там определенные вопросы, там, расчеты, чеки, все эти... Ну, если мы заполнились, то есть... Ну, да, это текучка. Ни разу не подводили к тому, что вот ты завтра должен решить этот вопрос, а я это не могу решить, потому что мне до этого никто не предупреждал, я свое время не мог его, например, спланировать. Проект, вот мы примерно до этого поговорили, занял, получается, два месяца. То есть вот такое, чтобы он был... Не, наверное, напряженной работы, да, это было два месяца, потому что до этого было потрачено время на разговоры, на вот это представление, более-менее такую визуализацию и обсуждение, что там кто кого хочет утопить радиаторы, не утапливать радиаторы, вот мешается, не мешается. То есть это уже было все обговорено, вот именно на словах. А когда это уже реализовывалось именно на бумаге и в электронной версии, которую присылали, это как раз именно два месяца. Вот многие до сих пор обращаются еще, чтобы мы сделали ремонт без проекта. Нет, нет, это смешно. Это смешно, да? Это нереально в плане того, что... Ну, если у кого-то очень много денег и остальные нервы... Если мы с женой чуть несколько раз не разводились в процессе ремонта, при выборе кухни, выбора цветов, то я не представляю, если там реально конфликтовать, тем более с незнакомыми там мужиками, с парнями, из-за таких вещей, в которых, например, я... Почему вы доказались, да? Да, да, да. Почему же как вот так вы... Да я же вам рассказывал, никто ничего этого доказать не может. Тут уже все... Да, 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 помню, не помню. Да, помню, не помню, зачем. Да, 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 нет, такого не было. Такой заключительный вопрос. Почему вы не обратились к строителю номер один? Вы же его тоже видели. Да, видел очень... Практически все видео пересмотрел. Другой вопрос, то, что... Когда к ним обратился с тем, чтобы нарисовать проект, и как раз именно прощупывал почву, естественно, там, сравнить ваше предложение, вот это... Обратился, мне сразу сказали, то, что нужно для того, чтобы проектировать два месяца. Через два месяца на нарисование проекта, чтобы человек пришел, только снял замеры, и потом вам будет рисовать. Плюс стоимость проекта от трех тысяч, потому что... От трех тысяч? Да, от трех тысяч, потому что маленькая площадь у меня была. Получается, если бы квартира была там... Ну, это больше квадратуры, то там условно две с половиной тысячи стоило бы за квадратный метр. Два месяца ждать я, естественно, не стал. И плюс мне еще сказали то, что вариант, что эти люди будут мне делать ремонт, наливая, потому что они не делают в этих районах ремонта, только по Москве. И Московскую область берут там в районе, получается... Как она? Подольск. Подольск, да. Подольская плитка, вот откуда мне плитку привозили, кстати, заказывал. Так вот, ваши ожидания совпали ли с реальностью? Да, полностью совпал, потому что, представляя того Павла с Красногорского, в принципе, я сейчас доволен, как у меня сделан ремонт, как это все реализовано, и никаких нервов я на это не потратил. То есть, я был минимально задействовал в ремонте, и максимально задействован при проектировании. Я тогда хочу поблагодарить всех наших участников, вот так как Паша, Александр, второй Александр, Сергей, и Серега, который делал сантехнику здесь. Благодарю всех, а также нашего Би-Ваутса, потому что он всех проверяет. Я забыл сказать пару слов. Одни слова касаемо вот этого места. Здесь будет встроен телевизор. Абис. Абис. А второе, я хотел сказать, что Евгению, на самом деле, от души благодарен. Знаете почему? Большое спасибо. Знаете почему? Потому что Евгений, на самом деле, адекватно, спокойно относился к ремонту. Каких-то маразматических вещей здесь не было. То есть, полная адекватность, реально партнерские отношения, без нервотрепки. Был заинтересован в результате, поэтому никаких козней не строил. Лишь только, ну, когда возникали вопросы, естественно, которые зависели от меня, естественно, приходилось их решить. В общем, я скажу такое. И на самом деле, когда возникают какие-нибудь экстремальные ситуации, там, штанги или циркуль, замерить плитку и тому подобное, я вспоминаю заказчиков, как вот Евгений, благим словом, на самом деле, желаю здоровья, счастья и от всей души. Я благодарен за то, что все у нас прошло, на самом деле, хорошо. Еще раз спасибо. Ну, вам тоже. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok